У которых более сотни миллиардов карманов на личном счете Оплатите государственный долг, выйдите из МВФ, выйдите из этой банды Евросоюза А вы все стремитесь евро впендюрить на каждом шагу Если вы человек, который действительно заботится о народе русских И который никогда его больше в жизни не назовет, что там все придурки Потому что все придурки в других местах сидят И поэтому когда считали народ в властных структурах То думали, что надо считать по головам, а оказывается считали по задам И вот количество этих задов, там переросло все видимые границы Которые принимают террористические организации-разрушители, как законопроекты Принимают законы об уничтожении образования, об уничтожении сельского хозяйства В угоду кому? Евроуголовникам Вот где главное-то И вот тогда все станет на свое место И тогда видно, кто есть кто Кто занимается заботой о русах И кто занимается заботой о Бенштейнах О придурках, которые на весь мир показывают свою немытую, нечесанную голову И свой болтливый, поганый язык Хочу, чтобы за нашими словами что-то стояло Сами слова Путина, который думает о русских и как думает Он сам за себя может сказать и вполне неплохо Запрещено законами Российской Федерации Это хорошо, и все это помнят Но некоторые партии во время предвыборной кампании В этой кампании открыто пропагандировали лозунги типа «Россия для русских» Вот мой вопрос Почему же этим партиям было разрешено выступать такими предложениями, такими осуждениями про телевидение? Я благодарю вас Для такой страны, как наша, вопрос, который вы задали, имеет особый приоритет Вот кто, тот, кто говорит «Россия для русских» Я, знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорить И тогда они просто придурки Либо провокаторы Потому что Россия – многонациональная страна Что такое Россия для русских? Они что, выступают за отделение отдельных территорий от России? Хотят распада Российской Федерации? Чего добиваются подобные деятели? Ответ здесь понятен Скорее всего, это провокаторы Люди, которые хотят нажить какой-то дешевый капитал на каких-то проблемах Хотят показать себя радикалами и что-то здесь приобрести У нас есть соответствующие статьи в уголовном кодексе Прокуратура должна реагировать на проявления подобного рода Вот удивительно, что когда выступают евроуголовники и говорят, что русских надо уничтожать Путин в прокуратуре никакого отношения не обращает никогда Ни прокуратура не реагирует на это Ни Путин, ни Медведев, ни парламент, ни вся эта евроуголовная шайка Она ни на что не реагирует, когда говорят уничтожать русских А теперь второй вопрос Владимир Владимирович, если вы такой хороший политик То объясните, почему только народ русы не имеет своей республики в составе Российской Федерации Если вы, как и все остальные ваши коллеги, не соображают, то вам нечего делать Вы просто бледно выглядите со своими объяснениями, кто из нас придурок Еще нужно добавить вот факт, что вы приняли активное участие в том Чтобы при формировании конституции народа русов не упомянуть вообще Поэтому мы даже не существуем на документах как таковой Российской Федерации Ни земли у нас нету У нас все есть, но вы все уголовно политическими делами украли у народа русов И присвоили себе евроуголовники Да, а мы теперь придурки из-за того, что говорим, что все-таки мы есть народ Наша земля, за которую пролита кровь нашими дедами И мы там родились И мы здесь родились А вы решаете? И что говорит Соловьев по этому поводу? Сейчас я покажу Вот до чего договорились, до какой толерантности О русских Вот До какой толерантности мы туда Какие ваши славянские предки, вы о чем? Ну наши славянские, а ваши я не знаю Ничего раз говорю, мы же русские Правильно, вот наши иудейские предки Приехали на территорию современной России во втором веке Славяне появились как народ? В шестом веке Поэтому уже как не грубите Ну теперь понятно, да? Кто, где и у кого в гостях На сегодняшний день мы в гостях у еврейского народа находимся И это официальная политика нынешнего правительства уголовного путинской Кремля Поэтому обратите внимание, что на нынешний период времени Человека, за который никто не голосовал Это министр иностранных дел Коффман В ДНИ Прямо заявил о том, что проект Новороссия закрыт Все То есть славяне это не русские Славяне это, ну кто такие там славяне И обратите внимание, мы опять замалчиваем и убираем из контекста Что мы все-таки есть русы Что мы принадлежим, что это наша земля Что мы народ У нас это все отнимает целиком и полностью Политическими уголовными мероприятиями И финансовыми Ну это политик тоже То есть мы христиане, мы иуда-христиане оказывается А православие наше родное Ведь посмотрите, если мы правильно прочитаем нынешний период времени Правильно читать Ортодоксальная церковь Православие не имеющее никакого отношения Но нынешняя ортодоксальная церковь Которая была поделена на две церкви Католики и Ортодоксы Именуют сейчас себя как православными Вы пойдите в греческую церковь Поинтересуйтесь, а как они себя именуют Ортодоксальная Пойдите, например, в греческую Тоже ортодоксальная Почитайте древние документы Которые имеют место быть И как правильно пишется Ортодоксальная церковь Но не православная Православие это наше русское Но они подменили это понятие Внесли нам православие То, что нам родное, естественно Мы ведь были православными Правильно, славящих богов наших А кто наши боги? Суть предки наши Был очевидный ответ То есть мы не отдавали приоритет Толкование Ну, о наших богах Другим народам Другим личностям И не позволяли Вводить себя в заблуждение Ведь еще Ганди сказал в свое время Тот, кто думает Или полагает Что в религии Не есть политика Только ничего не знает о религии То есть, что мы видим? Этот мощный механизм Религиозный Как политический Введен в управление По геноциду Я служил в Донбассе В русской православной армии По факту Кто-то может в ютубе посмотреть Русская православная армия Там у меня есть репортажи Я там В отделе пропаганда Сложил И вы можете это все увидеть Ведь они участвуют в этом И финансами И идеологией Все закладывают На войну И уничтожение Коренного народа Руссов Сами-то они не воюют Сами-то не воюют Зачем? Мы туда пошлем И еще хотел обратить Ваше внимание Как на Кремле И на знамени Российской Федерации Так и на Донецком Знамени Уже сидит Двуглавый мутант Из Константинополя Помните это Кого вам сажают на шею Стерлятников и хищников И черный флаг Давайте Черный и кровавый Да, да, да Вы понимаете, что Это глубоко продуманная система Оболванивания А вы все время Плачьте И будете плакать всю жизнь И ваши дети будут плакать Если вы не поумнеете Если вы не воспитаете Своих детей В стиле защиты своей родины Своими силами А не какими-то Уголовными наемниками Наемникам нужно только одно Зарабатывать Заработать И пропить Потому что на больше Они не способны Наемники это люди У которых не ценят Ни свою, ни чужую жизнь Выполняют программу Да, это зомби Конченые И безвозвратные Так что Не думайте об этом Только тот Кто в состоянии Защитить свою мать Своего дитя Свою супругу Свой дом Достоин жить В этом доме Все остальные Хотите вы Или не хотите Рано или поздно Банды уголовников Будут уничтожены Благодарю вас за внимание Помните об этом Это страшная ситуация И у вас есть еще время Опомниться У кого есть возможность И желание Я прошу Чтобы оказали помощь Моим беженцам Которые у меня живут Кто знает Кто не знает У меня живут Дети У меня живут Женщины Которые нуждаются В помощи Вот Посредством телефона Можно на телефон Положить Денежку И я эту денежку Могу вывести И им передать У кого будет Такое желание Телефон Телефона 8 926 851 7805 Благодарю До свидания Субтитры создавал DimaTorzok